Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 13 главе книги пророка Исаии. 13 глава вместе со следующей 14 главой содержит совершенно другое, отличающееся от предыдущей части пророчества, которое посвящено судьбе Вавилона. В тот момент, когда Исаия это пророчество произносит, Вавилон еще не превратился в такой центр и центральное действующее лицо, можно так сказать, мировой истории. Это одна из провинций великой ассирийской державы, которая вовлекается в разные политические комбинации с Сирией, с странами Палестины, с Египтом и так далее. Вот этот самый Вавилон, царь которого восстает на Ассирию, а потом, уже после того, как пророк Исаия закончит свой путь, Вавилон постепенно будет расти, расти и вырастет в угрозу для всего Ближнего Востока. И вот об этом царе Вавилона, таком еще, пожалуй, полусамостоятельном или только-только обретающем самостоятельности силу, пророк произносит пророчество. Ну и, пожалуй, если мы зададим себе вопрос, с чего вдруг он это говорит, скорее всего, это связано с некоторым политическим запросом, потому что для правителей иудеи того времени, правителей Иерусалима, был некоторый вопрос, как относиться к Вавилону, к Вавилонской державе, можно ли опереться на нее в противостоянии со Сирией, или это будет ошибкой, или нужно как-то по-другому. В общем, пророк предлагает посмотреть на судьбу Вавилона божьими глазами. И вот пророчество о Вавилоне, который изрек Исаия, он говорит, «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих в величии моем». Вот он говорит о Вавилоне, как о сильных, которых Бог призвал для совершения гнева своего. И здесь, как в капле воды, видна, если хотите, вся философия истории, историческая концепция, характерная для библейских авторов. В большинстве своем они считают, что единственным, единственным действующим лицом мировой истории является Бог. Это отнюдь не такое очевидное и банальное утверждение, потому что... А что тогда сказать о тех, кто, как Вавилон, сеет боль и разрушение? А что тогда сказать об исторических катастрофах, нашествии каких-нибудь варварских народов с далекого севера, которые не несут с собой никакой культуры, а только разрушения? Что сказать о царях, которые один на другого из угла нападают? Как с этим быть? Потому что если мы считаем, что Бог единственное по-настоящему свободно действующие лицо истории, тогда все должно быть приписано его действиям. Тогда и добро, и зло должно быть приписано его действиям. И это очень болезненный контрапункт библейской картины мира. Важный очень, важный, потому что ты не отвертишься от того, чтобы определить свое к этому отношение. Представление о том, что у людей есть свобода, и на самом деле она даруется и сохраняется Святым Духом, свобода, которую мы нарушаем, выбирая зло, но вот эта вот новозаветная картина, она далеко не близка людям, которые живут за много столетий до Рождества Христова. Вот для Исаии вот так идет этот самый Вавилон, который с одной стороны ослабляет ассирийцев, это хорошо, ассирийцы оккупанты, а с другой стороны сам становится оккупантом. И когда один насильник выгоняет другого, нельзя сказать, трудно назвать это освобождением уж таким, прямо за которое надо быть благодарными. Пророк от лица Божьего говорит, что этот самый Вавилон – это избранные Божьи, которым Бог дал повеление для совершения гнева моего, сильные мои, которых я призвал для совершения гнева моего. Обратите внимание, что двумя столетиями позже автор второй половины книги Исаии один в один ровно то же самое говорит на этот раз о персидских царях, которые сокрушат Вавилон и освободят народ Божий из вавилонского пленения. О Кире II. «Вот я держу отрок мой, которого я держу за руку», скажет Исаия Вавилонский. Здесь Исаий Иерусалимский о Вавилоне говорит, в общем, примерно то же самое. Но вот так они представляют себе жизнь, представляют себе мир и думают о том, что это Бог приводит вот очередного такого завоевателя, с которым, как ураган, несется сильный ветер, разрушение. Видите, как Исаия говорит, мятежный шум царств. Мятежный шум царств. Принимая такую картину, во-первых, приходится считать Бога ответственным за добро и зло, за сочетание добра и зла, за меру добра и зла и то, насколько они соотносятся. Если мы приписываем Богу ответственность за зло, которое совершается в истории, нам необходимо искать ответ на вопрос, а почему это так? И вправе ли мы считать Бога справедливым? Я уж не говорю о том, вправе ли мы считать Бога благим, и скорее нет, чем да. И это может быть самая острая, самая жгучая проблема, разрешение которой смогут найти или нащупать, по крайней мере, лишь некоторые поздние пророки, такие, как автор книги Иова, например, или автор второй половины книги Исаии, например. И здесь вот такая картина. «Рыдайте, ибо день Господень близок, идет как разрушительная сила от всемогущего». Исаии Иерусалимский, автор вот этих слов, говорит о том, что ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучаются, как рождающие, о том, что этот день Господень поражает все, поражает все праведника с нечестивым. В сущности, у всех руки опустились, сердце у каждого человека растаяло от ужаса, потому что вот Бог ведет из отдаленной страны, от края неба, орудия гнева своего. И эти орудия гнева своего не разбирают правых и виноватых. И здесь бессмысленно задавать авраамовский вопрос, неужели ты погубишь праведного с нечестивым, судья всей земли поступит ли неправедно. Вот Исаия скорее видит такой грандиозный масштаб, что различать праведных и неправедных здесь уже просто не приходится. Такая в общем апокалиптическая картина, где все равно человек сам вынужден выбирать с кем он и где он. Дальше продолжая разговор об этой катастрофе, пророк говорит, вот приходит день господень, лютый, с гневом, с яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Ну, наверное, в первую очередь, конечно, Исаия обращается с этим словом в разумление тем, кто уверен, что, ну, мы народ богоносец, кто бьет себя пяткой в грудь и говорит, что, ну, мы-то, вот, нас Бог не только пощадит, а еще и погладит по головке, а Исаия говорит о том, что гнев Божий идет сделать землю пустыней и истребить с нее грешников. и дальше он говорит, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Отклоняясь в сторону от сюжета Исаии, обратим внимание на то, что мы не раз встречаемся с этим тропом, с этой фигурой речи. Вот наступает день, когда Бог действует, и в этот день солнце меркнет при восходе, луна не сияет светом своим. Мы нечто похожее увидим у Иаиля и в некоторых других пророчествах, и в конечном итоге у христиан это становится своего рода провозвестием той тьмы, которая наступила в час смерти Господней, тьма была по всей земле от шестого часа до часа девятого. Вот эта картина, образ такой меркнущего солнца и меркнущей луны, когда все в мире погружается во тьму, по-видимому, является общим таким, ну, если не общим, то, по крайней мере, широко распространенным для пророческой традиции образом. И вот дальше Исаия говорит тоже в сущности троп, я накажу мир за зло и нечестивых за беззакониях, положу конец высокоумию гордых, уничижу надменность правителей. Бог вот в этой картине его действия как всепоглощающие катастрофы, как нашествие вавилонин, который уничтожает все, вот все-таки Бог говорит о том, что он на стороне правды, о том, что отрасль, которую он произрастет в Израиле, на стороне правды и будет судить народа по правде, а для народов нечестивых это несет погибель и разорение. ну, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что для современного читателя это ужасно несправедливо. Мы не хотим нести ответственность за тех беззаконных и надменных правителей, которые нами правят. Для современного человечества идея солидарной ответственности совершенно неприемлема именно по этой причине, что нашим народам в ту или другую эпоху или каким-нибудь еще народам может править какой-нибудь людоед, но сам народ в этом не виноват. Так у нас считается. А Исаия в общем по-другому видит. И его эпоха, и его ученики, и его современники по-другому видят. Видят, что вот эта злоба, алчность, надменность, кровожадность правителя, она на самом деле неотделима от народа, который это несет. Грубо говоря, это весьма трудное тоже рассуждение, потому что а какую альтернативу имеет в виду Исаия? И скорее всего никакой. Он вовсе явно совершенно не имеет в виду социальных революций по низвержению плохих правителей, замене их на хороших. Он вообще не видит хороших правителей, он вообще не видит, что бывают такие. они все гордые притеснители, надменные и высокоумные беззаконники. Вот как с этим быть? И причем здесь Бог, потому что коль скоро он один, действующее лицо истории, значит, этого правителя, который так ему не угоден, тоже вроде как, значит, по логике получается, Бог посадил. на самом деле, судя по всему, конечно, уже в эту эпоху начинает осознаваться вся нравственная неоднозначность этой идеи Бога как единственного свободного действующего лица в истории. И люди начинают задумываться об ответственности людей, но еще только задумываться, еще только молча думать об этом. Удивительно, почти случайно формулировку предлагает Исаия, чтобы мы увидели, что же это будет за жизнь после того, как Бог накажет мир за зло, за то, что мир уклонился от его воли. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Афирского. Конечно, можно предполагать, что речь идет о рабовладельческом контексте и о нехватке рабочих рук, которая приводит к взлету цен на живую силу. но, скорее всего, дело отнюдь не только в этом. Вот Исаия говорит о мире, в котором Бог победил зло, как мир, в котором люди дороже золота, люди важнее, мужи дороже золота Афирского, Человеческая жизнь дороже чего бы то ни было, важнее всего остального. В истории многих народов наше здесь не исключение, к сожалению. Жизнь человеческая ценилась, а часто и ценится не дороже подножной пыли и приносится в жертву любым амбициям, величию, чему угодно. Особенно если это амбиции и величие державы. И мы даже так привыкли к этому, как будто вообще так и надо. А пророк говорит, нет, если Царство Божье приблизилось, если отблеск его почивает на нас, значит, мужи дороже золота Афирского. Нет ничего важнее человеческой жизни, нет ничего важнее личности. Все остальное функции, которые подчинены личности. Вот такая неожиданно современная идея звучит в этой проповеди Исаии о судьбе Вавилона. И Господь дальше говорит, что для этого, для того, чтобы это реализовалось, потрясу небо, земля сдвинется с места, и тогда каждый, все разбегутся по своим местам, каждый, как покинутые овцы, возвратятся к своим народам, но это бедствие, говорит Исаия, от лица Божьего, это бедствие, которое поражает на самом деле все вокруг, без разбора, кто попадется, будет пронзен, кого схватят, падет от меча, младенцы будут разбиты. И говоря о Вавилонинах, Господь через Исаию говорит, вот я подниму против них медян, и, кстати, да, действительно, Мидо-Персидское царство, разрушило, в конце концов, Вавилонскую державу. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и непристрастно золоту. Он говорит о некотором, в общем, на тот момент достаточно диком народе, который не ценит вот эти, это денежного выражения богатства. И Вавилон, говорит, Исаия, будет не испровержен Богом, как Содом и Гаморра, и не заселится никогда, не заселится никогда. Из-за, в конечном итоге, высокоумия гордых и надменности притеснителей, из-за того зла, которое несет в себе этот самый Вавилон. При том, что, да, он, как было объявлено в начале главы, орудие гнева божьего, но даже будучи орудием гнева божьего, он не освобождается от нравственной ответственности, он не освобождается от обязанности ценить жизнь человеческую дороже золота. Редактор субтитров